Всем привет! Сегодня будем заниматься с ручником, подтягивать его. Подтягивается он в задних колесах. И также вот здесь в салоне, в самом ручнике. Значит, первым делом надо снять нам кожух ручника. Не помню, с какой точно стороны он снимается. По-моему, сверху. Да, сверху. Отщелкиваем и выводим вверх. Немножко гризовало. Вот видим два болта. Один, как видно, у меня вообще он легко, свободно болтается. Несмотря на то, что рычаг поднят вверх. То есть, вот сейчас я вам покажу, как он в нормальном положении. Он вот так должен быть. Вообще, вон, что происходит. То есть, нужно либо подтягивать, либо делать это в колесе, либо вообще менять сам трос ручника. Как я здесь вижу, подтягивать уже некуда. Сейчас вот сбоку сниму. О, там резьбы осталось пару миллиметров всего. На втором тросике уже получше. Он тоже болтается очень легко. Значит, нам остается только лезть в само колесо. Для этого мы должны открутить кайки, снять колесо, потом снять суппорт и снять тормозной диск. Под ним мы увидим тормозные колодки. Они находятся внутри вот этой вот части под тормозным диском. Здесь вот внутри. Тормозные колодки, они прям по этим стенкам изнутри там давят. И между ними бочонок, который регулируется гайками. Его, если отвернуть, то можно немножко дать еще дополнительный ход ручнику. Но вообще, при сильной растяжке нужно менять тросы. Так, начиная с правого колеса, с заднего, значит, откручиваем болты, слегка ослабляем их, пока машина еще не поднята. Так, значит, теперь следующее, какие у нас могут быть проблемы. Во-первых, этот болт почти у всех всегда стесан. Как видим, здесь такая же ситуация. У него все грани уже разбиты, и его очень трудно будет открутить. Есть, значит, несколько способов. Первый. Вместо шестигранника сюда засунуть ключ-звездочку. Дело в том, что звездочки, они более плотно входят. Поэтому мы можем попытаться немножко под усилием его сюда запихать. Вот он пожестче, чуть-чуть пожестче держит, и открутить. Другие способы. Есть специальные экстракторы. Они в шуруповерт и в дрель всовываются и высверливают. Ну, либо сверлить именно самим дрелью, то есть сверлом высверливать ее. И уже потом искать новый болт сюда. Что, конечно, не очень хорошо, потому что где я такой болт найду, я сейчас даже и не знаю. Для того, чтобы открутить суппорт, нам нужен ключ на 15 накидной болты вот здесь. Вот он один, где палец. С этой стороны, снизу. Пробую так показать. Вот второй. Вот. Раз и два. Потихонечку вынимаем. Давай, крати. Охренеть. А может, вы дашь какой? Да. Ладно, по-моему, вы сверли только теперь. Вот. Осталось только вытащить сам диск. Но это тоже не всегда получается, потому что держится он там жестко. Сейчас будем потихонечку. Можно вот аккуратненько таким вот резиновым молоточком или молотком через проставленную деревяшечку. Вот так вот постукивать, потихонечку вращать. Подставить под колеса что-нибудь, какой-нибудь там, вон, типа камушки, чтобы не откатывалось. Скорость сейчас надо будет снять и просто вращаем, стукнем, вращаем, стукнем. И потихонечку он слезет отсюда. Что-то там держит. Да, что-то держит. Очень сложно было снять. Не знаю, по какой причине. Может здесь... О, как вижу, она терлась об нее. Колодки почему-то разжаты практически на максимум. Мы очень сильно зажали сам диск. Вот он диск. Так, это... Центрирующая штучка. Так, значит нам теперь... Ну, мне теперь, точнее, нужно выкрутить вот эту вот ерунду. Но это будет гораздо проще. Значит, вот тот механизм, которым подтягивается ручник. То есть вот этот болт... Ну, примерно это делается... Нет, сейчас я не смогу. Она слишком уж, она заевшая. Там, вот она сейчас снимать и какой-нибудь ВДшкой брызгать или щеткой всю резьбу очищать. Но, проще говоря, вы прокручиваете и колодки здесь расширяются, становятся более широкими. Так, вот здесь находится сам трос. То есть, где-то он там выходит. Эта часть, она тянет и колодки вот с этой стороны расширяет. Здесь стоят пружины, которые держат эти колодки. Они, вероятно, сдвинулись. Сами колодки, возможно, давно уже пора менять. Тут все очень избито, мягко так сказать. Кругом ржавчина. В общем, подтягиваем здесь, подтягиваем в салоне. Очищаем все, устанавливаем, смотрим, не оборвало ли какие-нибудь пружины. Если все на месте, то ставим и еще раз пробуем ручник. Продолжение следует...